Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, как у нас выходило? Значит, у нас было множество. Вот-вот. И две абстракции от него. Одна из них – абстракция, которая мыслима. Она, кажется, называлась этим переходом. Или я думаю, но с этим переходом я не понимаю. Но суть в том, что когда ввод берется форма без предмета, то это дает нам переход к новой форме, мышление которой, в свою очередь, есть переход к мышлению следующей формы. Возможно, получается, что мы мыслим переход от пустой формы к пустой форме, где сами пустые формы не мыслиться, конечно, самостоятельно, а мыслиться только опосредование и переход от формы в формы. Когда мы эту абстракцию из множества получили, вторую абстракцию говорить некуда можно, достаточно много здесь посидели. Абстракцию предмета без формы не могу говорить. Когда мы вычерили вот эту абстракцию, абстракцию перехода от пустой к пустой, мы сказали, что это еще один способ мыслить пустую форму. Каждый раз мы находим иной способ помыслить пустую форму. Теперь этот способ выглядит таким образом, как движение от пустой формы к пустой форме. Подмышление о посредовании и переходе. Это абстракция, а не действительное состояние формы или мысли. Но эта абстракция показывает, что если ввод брать в сторону формы, то мы получаем мышленные переходы. Эта абстракция показывает, что переход вообще мыслим. Потому что в действительности множество вот-вот, переход не был мыслим. Не был дан. В воспроизведении не было мыслям, а как воспроизведение. В движении от одного к другому. А в этой абстракции, да, оказывается мыслям именно переход. Вот. Поэтому мы возвращаемся к действительному вот-вот. И мыслям его с точки зрения, как бы со стороны формы. Это что значит? Это значит, что мы мыслим форму, как причиняющую свой предмет. Вот таким образом мы теперь мыслим ввод. Ввод, иначе говоря, в реукаживании мы мыслим причинения формы. То есть форму, как причиняющую предмет. Так до этого было тождество, и вроде как тоже это было своего рода причинение. То есть форма сохраняла себя, да, было тождество, и поэтому предмет как бы подчинялся этой форме. И это было тоже своего рода причинение. Ну да, но теперь другое причинение. Так надо так и говорить, что другое, да? Другой вид причинения. Да. Или тот же самый, просто это важно. То есть, опять же, в ситуации одного. Причинение, или причинность формы заключалась в том, что форма тождество. И вследствие этого произошел всё трудительное предмет. Активность формы, действенность формы, а актуальность формы выдумывали. Причинение формы, причинность формы заключалась просто на актуальность. то есть актуальности. А теперь совсем другой смысл причинности. Теперь форма... Считавший год иной причинности, он заключается в год. Но первый вид тоже остался. Разумеется, форма осталась актуальной. Теперь просто это тождество воспроизводится. Раньше тождество просто было тождество, и мы как бы не понимали, что это значит. Просто не было такого вопроса. Теперь тождество воспроизводится. Тождество воспроизводится как причина. И таким образом не унижается в предмете и воспроизводится как причина. Но не сознаёт ни воспроизведения, ни причины. Это в первом случае? Это в действительности состояние вот вот. Форма является причиной. В том смысле, что воспроизводится как причина. Но не осознаем ни воспроизведения, ни причины. Просто вот, вот, вот. Ничего, кроме множества или другости, мы не имеем. Воспроизведение не осознаём, и причинение тоже не осознаем. Хотя, в общем, это, наверное, двое тоже, потому что форма причиняет тем способом, что воспроизводит себя в качестве причинения. Поэтому осознаем причинение о осознаем времени проекта памяти неправительный пример так наably отсkalном процессе считает нужным образом. Так она же не просто воспроизведение, оно воспроизводит именно тождество. Как бы, акцент на тождестве. Раньше был просто тождество. И вопроса не было о том, как оно вообще существует. Теперь мы говорим, что не просто существует обстрактно, а что теперь тождество воспроизводится. То есть это некая, как бы, прибавка знаний о тождестве. То есть, может быть, всё-таки причина одна и та же. А именно тожество. Только ради состоит в том, что раньше тожество просто было, как бы абстрактно. Потому что у нас не хватало способов зафиксировать, как тожество существует. А сейчас у нас этот способ есть. Мы говорим, что тожество у вас производится. Причина одна и та же. Как раньше было тожество, так и сейчас. Я не задумывался и сейчас не могу сообразить. В случае одного тождества формы, актуальность формы, и было, собственно, причиной. То есть это непосредственно причина именно. Это и было причиной того, что предмет получается один. Что предмет имеет вид одного. Теперь характер причинности формы изменился. Он теперь заключается не непосредственно в тождестве формы, а в воспроизведении этого тождества. И предмет, соответственно, получает вид не одного, а многого. В каком смысле, актуальность формы осталась причиной? Но в каждом этом множестве одно-то присутствует. Каждый раз ввод есть одно, множество предполагает существование одного. Множество есть множество одних, правильно? И каждый раз, в каждом тождестве у нас возникает некое одно. Но в силу того, что мы, как говорим о воспроизведении, это одно. Раньше мы не понимали, что их много, а теперь понимаем. То есть мы различили, что это одно на самом деле есть много. А раньше не понимали, потому что не хватало средств, чтобы это зафиксировать. Это все правильно. Но в каком смысле я... Значит, есть две возможности. Можно говорить о том, что мы постоянно куда-то уходим. Есть какое-то первое построение, а потом куда-то уходим. А можно говорить о том, что есть первое построение, а потом мы постоянно его уточняем, добавляя новые характеристики, которые позволяют сделать новые различия. И то же самое состояние, оно просто приобретает большую содержательность. А может быть о том, что мы уходим. Вот было первое состояние, то второе, третье, и мы куда-то уходим. Вот как вот, какая здесь логика? Или есть одно состояние? Мы просто ввели одно различие, прояснилась картина. Потом как бы ввели новое различие, и еще усложнилась. Та же самая картина. Ввели третье различие, и еще усложнилась. И каждый раз просто мы видим, что в силу увеличения различия, увеличивается и сама как бы сложность картины. Взаимоотношения, как бы формы предмета. То есть здесь явным образом уточняется картина? Ну как убегали. Как убегали, да? Все-таки как убегали. Не так, что убегаем мы, да? А вот каждый раз уточняемся. Каждый раз ситуация одна и та же, да? Есть предмет, есть сознание, как бы, да, и есть в их отношении. Но только в всякий раз, в силу того, что форма сознания изменяет, некие различия вносят, и предмет изменяется, и форма сознания изменяется. То есть одна и та же ситуация, она просто вот каждый раз повторяется на новом уровне. Вот, а с другой стороны, поскольку каждый раз это происходит уточнение и наращивание смысла, то мы не остаемся на том же самом месте. Игорь, а почему вы еще явным образом уточняете? Ну, потому что, смотрите, мы остаемся, если говорить локально, вот, и речь идет о полагании вот-вот-вот. Мы ведь не... Было это множественное повторение вот-вот-вот. Путем проверения двух абстракций, одна из которых невозможна, мы обнаружили, что форма причиняет... форма причиняет предмет, причиняет вот-вот, но при этом, при этом, не сознает ли восприятие зрения, не причинение. Изменилось наше понимание все того же самого полагания вот-вот-вот. Цепочка-то как бы та же самая. Но с другой стороны, поскольку происходят всегда, уточнение, и тем самым меняется и сознание, и предмет, то, стало быть, и происходит некое смещение, что ли. Это не тот предмет, который был. Буквально, что-то все слова. Ну, это, по-моему, просто так, сказать, общее впечатление от того, что происходит. Меня больше занимает, знаете, вот что? А почему воспроизведение здесь не осознается? Потому что ведь мы в абстракции, абстракция, вот так вот именно абстракция предыдущего действительного состояния, выделила чистый переход. И после этого мы не осознаем все-таки воспроизведение. А в чем сказывается тогда вот это наше достижение? То, что мы в абстракции обнаружили форму как чистый переход. Нет, теперь мы осознаем воспроизведение. Все-таки осознаем как чистый переход. Есть множество вот-вот, есть абстракция, чистый переход. И мы возвращаемся к действительному состоянию, в котором мы уже мыслим форму как причину предмета. Мыслим форму как причину предмета, и тем самым мыслим переход к новому обуату. Значит, мы осознаем все-таки воспроизведение. Когда мы осознаем причинение, мы тем самым осознаем воспроизведение. А что остается этого не особого? Ну, многое. Нет, это незаконная вопрос. Это совсем многое. Пока что вот так. Форма... В амножестве форма воспроизводила себя, не осознавая о этом. Теперь форма осознает себя причиной и осознает переход к новому обуату. Осознать себя причиной предмета и осознать 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 Сознание у тебя причиной предмета, ввод, она тем самым Сознает переход к новому вводу. Что представляет собой мышление этого перехода? Мышление этого перехода представляет собой мышление Причинения нового предмета. То есть, для самой формы этот переход – это переход к новому предмету, да? Да. Для самой формы это сознание перехода, безумие перехода к новому предмету. Иначе, видимо, сам переход не помысли. То есть, переход в том состоит, что я помыслил себя в качестве причиняющего, и тем самым я перешел к полаганию следующего уровня. Видимо, как-то так. Да. Я просто имею в виду, что в абстракции у нас был переход от формы к форме. Но переход от формы к форме, да, у нас существует возможность мыслить переход вообще. И когда мы с этим, с возможностью мыслить переходим в реальную ситуацию, мы начинаем мыслить вместо того, что вместо перехода от формы к форме, который реально у нас имеется, да, переход от одного предмета к другому. С сознанием причинения. Да. Особенность мышления перехода здесь в чем? Мышление перехода заключается в мышлении причинения формой нового предмета. То есть переход не мыслиться пока, чего нет того и нет. Переход пока не мыслиться самостоятельно. Переход к новому предмету есть создание этого предмета. Не так, что отдельно переход, а потом мышление предмета. Мышление перехода и смышление, образование, создание нового предмета. То есть форма куда-то движется все-таки, не стоит на месте. Она сознает, что причиняет. Когда форма сознает себя причиной предмета, она тем самым сознает себя причиной следующего. Нового предмета. Или мы все-таки углубляемся в ряду причин. Есть же ряд причин. Есть причина. Тожество является причиной. Это как бы ближайшая причина. А есть причина самого тожества. Это воспроизведение. Потом причина самого воспроизведения. То есть углубляемся вглубь того, что является причиной как бы. В каком-то смысле исследуем причины и причины. Ищем как бы первую причину. В чем движение-то состоит? Или вы все-таки просто взяли и двинулись куда-то и пошли непонятно куда? Или мы все-таки углубляемся? Но в этом шаге, безусловно, углубляемся. В ситуации вот-вот мы были причиной, но не знали себя причиной. Мы воспроизводили ситуацию в углубь, но не осознавали воспроизведение. Как произошло то, что должно было произойти? И форма осознала то, что она делает. То есть мы вроде как уходим куда-то, а на самом деле мы просто уходим вглубь. Мы как бы в каждой причине ищем причину. То есть такая цепочка. У нас было утождество, мы искали причину утождества, нашли ее. Воспроизведение. Теперь ищем причину воспроизведения. Вроде как какой-то переход, да? Как причина воспроизведения. А потом будут там чистые действия, так понимаю, да? Как-то так. Не будем торопиться. Что-то такое чувство. Заглянем в конец книги, да? Да. Скажите, пожалуйста. Когда у вас причина, форма понимает себя как причину, одновременно это означает мышление, переход к новому предмету? Так она умеет, что это не предмет, как новый предмет, отличающийся от скала? Ну, пока мыло, в свой смысле, другой. Ну, какая-то, например, долгосилия, но новизна в нем есть. То есть есть форма новизны. Ну да, раз переход от этого к другому, да. То есть это очень важно, потому что там получается, что таким образом следующий предмет он означает предыдущего. Так этот мод может быть фактически тот же самый объект, только просто как предмет он взят по-разному. Как предмет он взят по-разному, хотя объект может быть один и тот же. То есть объект был один. Если ты добавил различия, он стал как бы другим предметом. Нет, 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 нет. Именно что перешли мышление другого предмета. Другого. Другого. Ну, раз мы осознали переход, то, конечно, перешли больше не другого предмета. Нет, предмет-то другой, а объект, вот как бы вот, если так можно выразиться. Ну, допустим, один и тот же объект, но он может быть разным предметом, в зависимости от того, как на него смотрит сознание. Ну, как форма? Да, но мы его уже определили, как другой такой же. Это и есть следующее. Сказать другой такой же, если это следующее, это одно и то же. Следующее значит, другому тоже. Именно эту ситуацию логическую мы имеем. Если мы осознали переход, значит, мы осознали, что мы имеем дело не просто так снова, а, можно говорить, определённее со следующим. Значит, он был просто другой. Теперь он следующий. Потому что мы осознали переход. По этому предмет получил новое оборудование. Раньше он был просто другой и всё. А почему он раньше такой? Просто по нему ничего не хотелось сказать. Ничего не хотелось сказать. По нему другой вообще. А сейчас вроде как паниперированность, да? Вот если прерывный переход? Нет, кипелосады, да. Паниперированность. Если у нас было понятие множества, значит, было понятие другого, я так полагаю. Но ничего не могу сказать, кроме того, что много, значит, наверное, что мы можем сказать, что другое. Но не следующее. Потому что следующее это… Нет, но у нас понятие множество. Мысли или предметы осознавали его одновременно элементом множества. У другого же всё равно не было, да? А про это множество мы ничего не могли сказать. Этот элемент у него не сильно именно в качестве долгода, потому что он в качестве долгости не утечивается. Ну, знаете, это множество, если нет. А почему? Множество существует. Множество существует как подразумеваемое. Но я же постоянно рисовал определение с пустым множеством. А число… Как возобновляемая активность множества существует над одним и тем же предметом. Да, над двумя там, да. То есть считается не предметом, а активностью? Итерацией считается, можно сказать. Нет, по-моему, ясно не подразумевается, потому что существует определение множества, а значит существует определение другого. Но нет определения следующего, потому что следующий – это идущий после. То есть, пока мы не понимаем следующее, мы не можем сказать следующее. Какое? До предыдущее и последующее. Этого нет. Есть просто другое. Без… А добавляем следующее… Когда мы отследили переход, добавляем следующее… Потому что следующее и предыдущее. Не, я понимаю. Просто когда у вас есть некий… Понимается… Этот… 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 Место… Если предмет… Понимается в качестве элемента множества. Это не означает, что множество состоит еще из нескольких элементов. Вы можете состоять из множества из самого себя. Но не в этом случае. Почему? Ну, потому что… Мы все время повторяем, что форма является не «вот», а «вот», «вот». Я вам что-то дам, что ли? Пять… Четыре… 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 Кто там? Четыре… Вот только и фокус… Вот только и фокус… Вот два раза повторяйте. Вот два раза, поэтому… А множество – все из четырех элементов состоит. Вот что прикол-то. Ну и ты что, что прикол… Где-то… Я даже… Ну это издевательность, на самом деле. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. В том, что во множестве нет множества пятеринаковых элементов. Это множество одного элемента. Если бы у вас это одно и то же воспроизводило в качестве той же самой буквы О, то у вас бы множество состояло из одного элемента. Но оно было множество. Но элемент в нем один. Оно другого не предполагает, понимаете? Как в слове слова. Его там один раз, хотя оно встречается и важно. А как же оно тогда множество из одного элемента? Ну а почему? Так оно даже бывает множество. Нет, я понимаю как в математике. А как это определить нам? Как это множество из одного элемента? И что с этим делать? А как у нас это определить? Нет, нет, подожди. Математически все понятно. Как у нас это определить? Воспроизводится одно ООО, но оно, конечно, множество. Но это множество одного элемента. Вот чем мне там да. Другого-то нет. А есть один элемент и этот элемент взят. А сейчас вроде как появился второй элемент. Что я не хочу сказать? А тебе появился второй элемент. Почему второй элемент? Ну когда начался особенный переход? Когда он стал другим. Это то же самое, что у твоего О-штрейн слова. О-штрейн. Кто тебе говорит? Ой, о-штрейн. Ну другое БОГУБУШЕ. Какая-нибудь другая БОГУБА. То есть здесь что интересно? Что с одной стороны есть абстрактная структура множественности. С другой стороны это абстрактная структура множественности. не предполагает другого элемента. Я все равно не понимаю, почему ты все это рассказываешь. Почему? Почему? Построение. Построение. Какие-то нападают на другое? Да. Что множество скажем, а что другое сказать нельзя, потому что есть множество, состоящее из одного элемента. И именно в нашем случае именно множество, состоящее из одного элемента. То есть мы получили структуру множественности, но это множественность повторяющегося одного элемента, даже действенного. Ну то есть вот оно одно? Вот одно. Ну да. То есть оно в скобочки взяли? Мы же встроим множество, да? Тихонка при себя. Мы здесь взяли его в скобочки, но за это вам осталось всего. Подожди, Игорь, это ты структуру через множество. Поэтому не надо говорить много. Подожди, ну хорошо. Это замечание про то, что есть множество, состоящее из одного элемента. Да. И это как раз наш случай. Оно справедливо. Не просто про наш случай, а в конкретном месте построения. А именно, когда имелось просто множественное вот-вот-вот до того, как из этого множественного вот-вот-вот было выделено две абстракции. Одна чистый переход, другая чистый предмет. Да, да. А сейчас, сейчас, когда появляется возможность говорить о том, что новый, вот, то это уже не один элемент, а они разные. А второй получает определение следующего. Ну, Игорь об этом и хочет сказать, что он просто... Чего он хочет сказать? Он хочет сказать что? Он хочет сказать, что S и L это одно и то же, потому что и то это другая буква. Нет. Вот ты что хочешь сказать. Ты это что ли хочешь сказать? Это именно ты хочешь сказать? Да. Ну, конечно, это. Да нет. Потому что S отличается от L точно так же, как вот от следующего вот. И все. Ну, пусть они отличаются. Важно понимать, что абстрактная структура множества не предполагает другого элемента. И еще раз говорю, это твое замечание про прошлый этап развития. Ну, оно только что было воспроизведено. Ну, да. Прошлый этап соотносили с нынешним этапом. Ну, да. Ну, вот я и сказал, что трудностей той в предыдущем не было, в отличие от нынешней ситуации. правильности. А, только к этому? Только к этому. Олег Михайлович говорил, что нет. Другой 90-м была, а обратно не было. Некоторая абстрактная друговость... Да. Другой 91-й была. Другой. Другой 91-й была, а обратно не было. То естьident не было понятия следующего. Но, другая model. Я говорю, что другая 91-й не была, но иного iets. Не, ну. Это другая była, но другая была формальная... Ну, не, причиной. Да. Это другая . Другая была формальность. после того, что форума повторила. В том-то и дело, что мы должны помнить, что в теории множество, я понимаю, это вот... Ну, все очень просто. Есть один элемент, есть разный элемент. А мы строим на одном элементе все различия, при том, что элемент пойдет в тот же. Он сначала другой, потом следующий, потом будет больше, и все это на одном и том же элементе. Все другая логика. Когда эта позиция один элемент или разный элемент, она такая вот, как топор по отношению к гулуке. Один элемент определяющий отношение разных элементов. Да все-таки ситуация стоит в том, что, как я говорил вначале, что мы уточняем одну и ту же ситуацию. Добавляем различия, и она уточняется. Добавляем различия, и она уточняется. Двигаемся, двигаемся. Мы не начнем, а двигаемся. Или уточняем. Двигаемся. Пытаемся. Я не понимаю, я не понимаю, вот это, неужели это настолько важно? Ну, в общем-то да. А что тут такого важного? Когда мы... Мы движемся... Мы движемся... Мы движемся... Мы же движемся не тем способом, что проходим два метра, а тем, что развивается рассуждение. Все, тема закрыта. И не надо спрашивать, мы движемся или мы развиваемся. Нет, это, извините, две большие разницы. Это не разница в данном случае, потому что здесь движение, только развитие. Раз логически обоснованы движения, значит, действительно, о чем тут спрашивают? Что это уточнение или просто движение? Раз есть логически обоснованы, значит, есть логически обоснованы. Но, видите, Игорь, во множестве из одного элемента ищичируется просто, что повторяется перемен. Ну, много раз. Вот и есть множественность. Это есть эти как бычные элементы. Да. А у нас в форме вот-вот есть две стороны. Обнаруживаем мы вот в этом самом движении две стороны. Одна сторона раскрывается в абстракции перехода, другая сторона раскрывается в абстракции предмета. И, возможно, становится потому, что мы берем не элементы, а способ построения элементов. То есть, наш лог состоит из формы и предмета. А ваше лог состоит просто из элементов. То есть, грубо говоря, из предмета. А лог состоит из формы и предмета. Поэтому в нем есть движение, которому нет ситуации в новости. Получается совсем другая история. И наличие и формы предметов позволяет сделать эти различия, которые не схватить теорию множества, потому что у него просто элементы. Один элемент — две разные. Это всё. Я так понимаю, что у них даже различие между следующим, порядковым и количественным счетом не представлено, как отдельная операция. Всё сразу свалено в кучу. Следующий, он же, и другой, и следующий, и больший. И всё это в одну шагу. Как я понимал ваше рассуждение, это всё в одну шагу. Ну да, да, есть специальная система, которая говорит, что система вполне порядочная, можно задать на любом множестве. На любом счётном множестве можно задать систему обе, но может его упорядочить. Это же есть одна из моих любимых символов. Но вопрос, что я всё равно не понимаю... Ну что такое упорядочность? Ну вот пример по слову порядочности. Пешка, слон, ферзь — это упорядочное множество. Оно упорядочное с другой стороны для операции, например, количественного, да, плюс один. Сложение оно не из-за рома. Нет, не из-за рома, конечно. У вас неизвестно, сколько пешек содержится в слоне, но известно, что оно упорядочное. А вот и пешка, потом слон, потом ферзь, а потом короба. Ну и с рома не князья никак. Это структура упорядочного множества. Оно без количества счётов. Почти все множества такие. И вот как раз есть очень сильное утверждение, которое говорит, что на любом счётном множестве можно задать структуру по-моему порядочности. Но это всё оно. Оно просто полагается, не доказывается. Ну да. По-моему, это некая операция. Ну важно видеть, что всё-таки, что количественные счёты и упорядочность, или множество, это разные вещи. Между ними и связь полагается. Ну хорошо. Нет, мы, например, это не будем. Я бы хотел, я не возвращаться к сравнению с математическим построением. Вам сейчас куда-то что-то понятно. Ну да, по крайней мере. Вы уже давно понимаете, а я, может быть, пойму. Итак, значит, есть мышление причинности формы, которое в то же время является мышлением перехода. Переход к другому такому же или следующему. Особенность мышления, так сказать, логический способ мышления следующего заключается в том, что форма сознаёт себя причиняющей новый, следующий предмет. Форма сознаёт себя причиняющий, строящий новый предмет. При этом, как я сказал, при этом, переход, мышление перехода не отличается от мышления, построения, ну, от причинения следующего предмета. Переход не мыслится как таковой, а мыслится как причинение следующего предмета. Что получается? Это действительно состояние. Многое, действительно состояние. К предмету добавляется определение следующий, предыдущий. То есть возникает, видимо, время. Видимо, возникает время. Причём время в таком числе чистое виде, потому что мы переходим не к другому, а к другому такому же. То есть ничего, кроме последований. Тогда возникает странная схемия и форма дискретности. Чего? Форма дискретности, наверное, возникает. Если время возникает, то она возникает в форме дискретности. Ну да. Может дискретная может случиться, но не очень хорошо. Вводим непрорывно. Вводим непрорывно. Ну, если счёт идёт, то они дискретные должны быть, правильно? Ну, вот ещё такая, почему надо говорить о времени, а не сказать, что таким образом мы задали на множество наше состояние, что-то выполняло порядочное множество. Вы просто скажете, что время непрерывно? Просто время вообще можно не говорить о времени. Время обычно так непрерывно, Олибо. Ну, я слышал. Вас смущает, что время дискретно непрерывно? Да, да. Ну, подожди, может быть, на более высоких уровнях. А что, вас не смущает? Я просто не задумывался. Сейчас задумывался, но меня в первое удовольствие не смутило. А что значит непрерывное время? Это означает, что время между двумя людьми его составили точками, промежутками. Есть бесконечное количество других точек. Других точек, да. То есть бесконечность каждой точки. То есть, если у вас тут есть точка А и Б, любые А и Б, да, то всегда существует такая точка С, которая будет находиться внутри. Любого отрезка АБ, всегда будет наберется такая точка С, которая будет находиться внутри. Хотя, может быть, это предрассудки. Что это? Предрассудки. Может быть, не всегда так. Ну, это время, казалось бы так. Мы так приобретены с этим и не говорим. А с другой стороны, да, это интересная штука. Конечно, здесь с одной стороны дискретно, но с другой стороны, Игорь, сам посуди. Ведь между этими вот и вот, нет пустоты. Потому что переход от одного к вот, к другому, есть полагание другого. Правильно, и на множестве натуральных чисел, в один, два, три, четыре, может в один и два, нет пустоты. Ну, вот. Стало быть, это не пледренное пространство. Один и два и три? Да ничего подобного. Я не знаю, как один и два и три, но здесь, в данном случае... Ну, точно так же у тебя один, два и три. Если ты смакаешь ряд натуральных чисел, ты гранишь на ряду натуральных чисел. С одной стороны, у тебя дискретно, с другой стороны, у тебя нет полутора и двух с половиной нет. Ну, так их и нет. Их и нет. Но оно же дискретно. Оно дискретно и... Это означает, что ты берешь точку, точку два и точку три, между ними не можешь положить ничего. Если ты между ними ничего не можешь, то по определению это дискретно. Не, рациональную непрерывность тоже можно вести, так что ты тут зря говоришь про непрерывность. Можно вести, но можно непрерывность вести на поле рациональной чисел. Ну, почему здесь останется игру один, два, три, четыре? Понтурально нет. Ты не можешь положить. Поэтому, по моему определению, этот вот такой промежуток у тебя не будет. Не будет этого. Не будет неврированного. Будет дискретно. То есть дискретно, таким образом, получается, это не то, что между ними нет никакого элемента, а то, что именно как раз его нельзя найти. Это и есть дискретно. По определению, что между ними посягни, нельзя ничего засунуть. Это означает дискретность. Между один и два и три стеснешься... Нет, дискретность, конечно, скорее... Если ты... Нет, дискретность, скорее, называется итеративность. Нет, это интересная штука, это надо подумать. Так а что думать ты так ясно? И что тебе ясно? В таком построении время дискретно. И дальше чего? Ничего. Время или непрерывно. А на самом деле время непрерывно? И тебе все ясно? Нет. Я про дискретность. Разве с понятием дискретности... На самом деле, непрерывно, время или дискретно, это непонятно вообще. Это еще, так сказать, это вопрос еще. Как оно, непрерывно или дискретно? И почему, собственно, так задается время, на каком стране стоит? Да, да. Почему, да? Почему здесь время, кстати? Почему это не пространство, например? Что-то думает. То есть, мы оставляем, держим ее логике, множество, помножество. Мы строим полное порядочное множество. Мы задали на множестве наших ввод, да, структуру полное порядочное множество. Задали, задали. Потому что следующие есть. Предыдущие и следующие? Ну и что? Мы думаем, что далеко, и вы из плодов большого количества. Вполне порядочное множество, может быть шаг на конфигулку. Но уже порядочное множество. Владоконечное, к сожалению. Здесь там бесконечное, но конечное. Но, тем не менее, времени и шаг нет. Своего. Вот если бы удалось каким-то образом форму, в которую у вас предмет погружен, или мы сами его погружены, отличить от собственного предмета, от его способа существования, то тогда можно как-нибудь поговорить было об этом. Мы же не можем отличить. Время как форму данности, как форму внутреннего чувства, скажем, от собственного предмета. Ну, хорошо. Значит, что? Мы получили следующее. Переход к следующему является полаганием этого следующего. Переходы полагания. Сознание перехода и сознание полагания совпадает. Что это означает? Это, еще раз скажу, это логический способ мысли следующего. Что это означает? Это чувствительная форма. Это чувствительная форма. Мышление следующего – это действительная форма, а не абстракция. Но переход к новому предмету можно понимать двояко. Переход к следующему предмету можно понять как переход к предмету и как переход к новому полаганию. Полагание нового предмета имеет две стороны, которые также можно обнаружить. Полагание следующего предмета имеет две стороны. Одна сторона – это полагание предмета, а другая сторона – это полагание полагания. Одна сторона – это переход к следующему предмету, а другая сторона – это переход к следующему акту полагания. Следующему действию причинения. Причинение следующего предмета можно понимать как переход к предмету или как переход к следующему причинению. Если мы возьмем первую сторону или абстракцию, у нас получается следующее, что переход к предмету, а не к причинению. Мы отвлекаемся следующее от стороны причинения. В этом случае получается, что мышление перехода к следующему предмету не отличается от того, к чему переход совершается. Переход к следующему предмету не отличается от того, к чему переход совершается, то есть от самого предмета. А эта ситуация неотличимости перехода от результата его, от следующего предмета, означает, что следующий предмет не мыслится относительно предыдущего. Он не самостоятельный, а относительный. И он может быть схлопнут предыдущим. Он неустойчив в своем отношении к предыдущему предмету. Если переход неотличим от того, к чему совершается переход, это такая абстракция у нас получается, переход неотличим от того, к чему он совершается, то предмет оказывается мыслью относительно предыдущего предмета. Это, собственно, и есть формула относительности, когда переход неотличим от того, к чему он нелается. Это значит, это состояние, то есть следующий предмет оказывается немыслым, как нечто устойчивое, самостоятельное. И он возвращается, схлопывается. Получается, что мы его... Не удается помыться переход. Что значит переход неотличим от того, к чему он совершается? Это значит, что переход бесконечен. Он совершается, 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 и никак не завершится, потому что им удается помыться то, к чему этот переход совершается. Либо он вообще не может начаться, потому что, опять же, неотличим от... Вот своего результата. Это первая абстракция от действительного состояния следующей. Другая абстракция заключается в том, что следующий – это мышление не следующего предмета, а следующего причинения. Мышление следующего причинения. То есть мы мыслим... В этом случае мы в качестве абстракции мыслим чистый переход к следующему, без следующего предмета. От предыдущего мыслим чистый переход к следующему. Мы мыслим его как... Отношение двух форм. Форму, которую задает предыдущий, и форму, которую задает последующий предмет. Правда, я не понимаю, куда идти делся предыдущий предмет. Это приятное мыслить отношение двух форм. Но в предыдущем предмете была и форма, и предмет. Это в последующем мыслим чистый переход, как таковой, без предметов. Но просто я здесь остановился и не... И не двинулся дальше. Надо бы помыслить чистый переход, как отношение двух форм. Собственное мышление собственного перехода, то есть переход к новому причинению... Переход к новому причинению... Переход, как переход к новому причинению, представляет из себя чистый переход. Переход как таковой. без того, к чему переход совершается. Если 1 абстракция – переход неотличим от того, к чему он совершается, то 2 абстракция – это повышение перехода без того, к чему он совершается. Это и будет отношение к предыдущей форме и к последующей форме. – А почему формют 2, а не одна форма, соотносится с собой? – Или форма соотносится с собой, буквы ранее. все равно я не понимаю, куда идет предыстоящий предмет. Мы же от него движемся. Не, ну форма, когда в переходе, она уже беспредметна же, да? Она самой с собой в переходе и соотносится. Что тут такое удивительное? Предмет здесь не нужен. Если форма соотносится с собой, никакой проблемы, связанной с двумя формами, не возникает. Одна и та же форма переходит, совершает переход, и в этом переходе с собой соотносится. Но может быть, может быть, надо подумать или не подумать, додумать это. Эта вторая абстракция очень славная. В этом случае формой является отношением формы, а не самим хором. В этой абстракции мысли не приходят как такового. Формой является отношением хором, а не самим хором. Такая вот абстракция получается. То есть еще один способ мысли – пустую форму. Формой является уже не формой, а их отношением. То есть у нас появляется возможность, мы… Ну, естественно, первый способ не мыслим. Если слог будет в последующий к предыдущему, то никого последнего не получается. Первая абстракция – не мыслим. А вторая абстракция – вот это чистый переход к отношению двух форм, или отношению формы с собой, она мыслима. И то, что она мыслима, показывает нам, показывает самим форму, что отношение можно мыслить – это таковое. Мне тут интересно, если бы соотношение – это понимать как рефлексию формы над самой собой. Какое здесь отношение? Разве можно мыслить отношение с собой? Ну, одно дело понятно, когда соотношение разных форм, а когда форма одна, она мыслит себя – какое тут отношение? Отношение с чем? Она с собой, сама с собой. Тут просто рефлексия, тут отношения нет. Ну, не надо, я не предполагал сформировать это. Зачем? Это просто отношение двух форм. Последующую и следующую. Так все-таки формы две, или все-таки форма одна, которая реинфлектирует себя в переходе? Просто вот это размножение форм, когда я говорил о том, что куда мы идем-то, если мы стоим на месте, форма одна. А если мы как-то идем, то сейчас вот размножится их, эти форм немеряные. Нет, конечно, вот в ситуации, вот-вот, форма воспроизводит себя как причина. Действительно форма, это понимает, что форма активна. Это понятно, форма соотносится с собой. Какое здесь отношение может быть? Форма с собой соотносится. Какое отношение здесь происходит? Просто форма рефлектирует себя при переходе. Она в переходе, как бы, со своей чистоте может отрефлектировать этот переход. Пока происходит переход, она его может рефлектировать. Да. А когда она попадает в предмет, все, уже рефлексия заканчивается. Ей некуда просто встать от этой рефлексии. Потому что перед ней предмет, все. Таким образом, форма обнаруживает, что она может мыслить переход по следующему предыдущему. Как некоторое самостоятельное событие. В самом мышлении следующего, как можно сказать несколько раз, собственный переход не мыслил. В мышлении перехода есть мышление полагания другого. Переход есть полагание другого предмета. Теперь в этой абстракции отношения форма выясняется, что переход может мыслиться как нечто самостоятельное. Это позволяет нам сделать шаг к новой действительной форме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...